Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В настоящее время проводится ремонт здания. Сотрудники фонда проходят соответствующее обучение. Проводится подготовительная работа по организации межведомственного взаимодействия. Региональный фонд будет координировать вопросы оказания помощи не только ветеранам СВО и семьям военнослужащих, но и всем ветеранам боевых действий. Здесь можно будет получить все необходимые услуги. Отделение будет работать в тесном взаимодействии с Министерством труда и социального развития, Министерством здравоохранения, МФЦ и другими ведомствами для оказания всесторонней помощи. Фонд займется комплексным сопровождением военных, обеспечением социальной адаптации, обучением, содействием в трудоустройстве, а также помощью в оформлении и получении социальной поддержки. Фонд будет располагаться в Черкесске по улице Гагарина, 24. Одна из достопримечательностей Черкеска – каскадная лестница, ведущая в парк «Зеленый остров». Своим преображением порадуют как жителей, так и гостей республиканской столицы. Работы по реконструкции завершатся к 1 сентября, отметил глава Карачева Черкесии Рашид Темрезов. Год назад жители Черкеска в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проголосовали за благоустройство основного спуска в парк «Культура и отдыха «Зеленый остров». И вот пришло время реализовать задуманное. За началом ремонтных работ наблюдал корреспондент Артур Мхце. В течение нескольких ближайших месяцев у жителей гостей Черкеска будет на один вариант меньше, чтобы спуститься в парк «Зеленый остров». Но, как видимо, это вовсе не значит, что ограничивается доступность посещения городского оазиса. Кроме того, после ремонтных работ на каскадной лестнице преобразится, так сказать, главная витрина парка – его основной спуск. Около года назад по всей стране проходило голосование по определению территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жители Черкеска выбирали между сквером по улице Даватора и основным спуском в городской парк «Культура и отдыха». В итоге было принято решение реализовать обе предложенные заявки. В рамках благоустройства каскадной лестницы предусмотрены работы по устройству плиточного покрытия на ступенях, приведем в соответствие освещение, будет достаточно освещенная данная территория, будут установлены грунтовые светильники на ступенях, также планируется благоустроить прилижающую территорию, озеленить клумбы. Именно с предстоящими работами связаны временные неудобства при посещении парка. Как говорят представители подрядной организации, параллельно с подготовкой лестницы они начнут и асфальтирование моста. Сейчас снимается старое покрытие. Мы учитываем пожелания жителей, так как данный парк пользуется спросом у жителей города. Поэтому было принято решение сначала перекрывать верхнюю часть ступеней, а потом уже перекрывать нижнюю часть. Поэтому доступа к зеленому острову никаких проблем не будет. Жители смогут в любое время поещать свой парк. Несмотря на то, что работам на каскадной лестнице отведено около четырех месяцев, подрядчики планируют завершить благоустройство раньше срока. Строители понимают эстетическую важность для людей этого городского оазиса. Разумеется, ремонтом основного входа дело не ограничится. По словам представителей мэрии Черкеска, спуску на зеленый остров со стороны улицы Розы-Люксембург также уделяется большое внимание. В настоящее время сформирована заявка. Ожидается решение комиссии. Артур Махцера Сулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии будет создана первая в республике совместная служба с привлечением специалистов трех министерств. Здравоохранения, труда и социального развития, образования и науки для помощи детям и семьям, у которых возникли проблемы со здоровьем ребенка. На базе стационарного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка», где и планируют открыть службу, несколько дней проходит обучающий курс для специалистов. Подробности в репортаже Аллы Динаевой. Чтобы как можно раньше понять и прийти на помощь детям и семьям, у которых возникли проблемы со здоровьем ребенка. «Государство на своем уровне решило вот эту систему ранней помощи создать. И сегодня мы хотим присоединиться к этому. И сегодня у нас будет учеба. Будем своих специалистов готовить к этой системе». Поделиться опытом работы Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья приехала Екатерина Тютина, которая много лет возглавляла Ставропольский центр, где использовались все методы реабилитации – физическая, педагогическая, медицинская и социальная. Рассказала Екатерина Алексеевна, почему эта ранняя помощь важна и ей уделяется такое пристальное внимание. «Вообще ранняя помощь – это очень важно. Не только для детей, хочу подчеркнуть это, но и для родителей, которым очень важно принять ребенка в том состоянии с ограничениями, которые у него появились при рождении. И научить социум, семью, не только маму и папу, но и братьев, сестер, бабушек и дедушек, как с этим жить и как помогать ребенку преодолеть эти трудности». Этот обучающий курс – часть объемной и важной работы, цель которой подготовка специалистов и создание первой республиканской службы ранней помощи при стационарном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». «Это будет такая межведомственная работа, медицинская помощь, социальная помощь, психолого-педагогическая помощь по определению нуждаемости будет оказываться этим деткам и семьям с детьми. На сегодняшний день ранняя помощь, конечно же, оказывается, но с созданием службы ранней помощи мы планируем ввести реестр получателей этих услуг. То есть по выявлению нуждаемости мы будем в базу данных заносить данные этого ребенка семьи, чтобы могли все специалисты подключиться и необходимую помощь такую комплексную оказать. Сегодняшний семинар, он на самом деле очень необходим в целях того, чтобы понимать, какой будет дальнейший вектор, какое направление в нашей работе в ближайшее время и для того, чтобы определить механизмы нашего взаимодействия для улучшения результата нашей деятельности. Конечно, это не первая наша встреча, и мы уже говорили о нашем взаимодействии, предпринимали, были предприняты уже некоторые шаги по нашему взаимодействию. В службу ранней помощи будут входить педагоги, логопеды, дефектологи, массажисты и не только. Это социальное сопровождение семьи, и совсем скоро эта служба в республике заработает. Аладинаева, Олег Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Республиканский перинатальный центр в целях снижения риска рождения недоношенных детей проинформировал о важности соблюдения врачебных рекомендаций. Что нужно знать будущей маме, чтобы обеспечить себя от угрозы, расскажет Дарья Тендит. Рождение недоношенного ребенка является большим стрессом для семьи. По статистике, количество преждевременных родов увеличивается. Чтобы обезопасить себя от угрозы, будущей маме важно вести правильный образ жизни и отказаться от вредных привычек. Регулярно наблюдаться у специалистов. Вовремя делать прививки, чтобы обезопасить себя и ребенка от серьезных инфекций. Научно доказано, что если ребенку в первые 12 часов жизни ввели препарат от гепатита B, то ребенок приобретает устойчивый иммунитет к вирусу. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей, отметила доктор Фатима Хубиева. Недоказанные вещи, чьи-то призывы не вакцинироваться. И что стало результатом? Во многих регионах Российской Федерации, да и во всем мире, подняло голову горе опасное заболевание, которое заканчивается часто или летальным исходом, или энцефалитом, менингитом, после чего, если даже выживший, может остаться инвалидом. Плюсов от вакцинации много. Препараты с большим стажем использования неоднократно доказали свою эффективность. Они проходят тщательный контроль и многочисленные исследования на территории России. Обычно малыши хорошо переносят прививки. После вакцинации за состоянием ребенка наблюдают специалисты. Бывает и так, что дети по состоянию здоровья получают отвод от вакцинации, говорит Фатима Магомедовна. Мы под тяжелением только вакциной, ослабленной БТЖМ. БТЖМ никогда не вызывает побочных эффектов. Сегодня очень важно заботиться о здоровье. Ответственная подготовка к беременности – залог рождения здорового ребенка. А вовремя сделанная вакцина способна уберечь от тяжелого и опасного заболевания. В очередной раз в Госуниверситете имени Умара Лива прошла международная научно-практическая конференция «Оклычевские чтения». Она стала важной платформой для ученых и специалистов в области лингвистики, социологии, педагогики, языковедения и придала значимость родным языкам в образовании. Также в рамках конференции наградили победителя международного тотального диктанта. Подробнее расскажет Олеся Меликаева. «Клычевские чтения» проводятся в память о профессоре Рауфе Клычеве. Он был не только видным ученым-кавказоведом, но и замечательным педагогом, наставником молодежи. На мероприятии собрались ученики и его последователи, главной задачей которых остается сохранение и развитие родного языка и традиций. Исполняющий обязанности ректора Кычегу имени Умара Лива Таусултан Узденов отметил, что клычевские чтения постоянно развиваются, меняются тематика, обсуждение вопросов и расширяется география участников. В работе конференции приняли участие ученые из республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Всего более ста человек. В онлайн-формате присоединились и преподаватели вузов Грузии и Турции. Было отмечено, что разработывается комплексная государственная программа по сохранению и развитию родных языков Карачаева-Черкесии. После того, как не стало клычево, какое-то время они были утеряны. Ну, статусы университета мы уже подумали, и ректорат нас поддержал, общественность республики поддержала, педагогическая общественность. Мы их возобновили в форме клычевских чтений уже. Сначала на региональном уровне, потом всероссийском. Последние три года мы уже получили статус международного. Руководитель Международного объединения содействия развитию абазина-абхазского этноса Алашар в Карачаево-Черкесии Мурат Муков подчеркнул важность мероприятия, способствующего сохранению культурного наследия и национальной идентичности народа. Важность этой конференции, в принципе, что исподвигло, естественно, это сохранение языка. Таусултан Узденов вручил победителям и призёрам дипломы и ценные призы. Он выразил благодарность кураторам площадок за качественную организацию проведения диктантов, добавив, что язык является неотъемлемой частью культуры и истории. Олеся Меликаева, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Двухсотлетняя сосна, растущая в Архызе, претендует на звание «Российское дерево года». Проголосовать за двухвековое дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Сосна из Карачаева-Черкесии под номером 19. Она растёт на знаменитой поляне Таулус, в которой начинаются многочисленные горные маршруты. Сосна возвышается над остальными деревьями и служит украшением поляны. Дерево почитается как простыми туристами, так и профессиональными альпинистами. Дерево было признано памятником живой природы и пополнило национальный реестр старовозрастных деревьев России. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Земский доктор». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!